Друзья, лечу на другой конец Польши на целую неделю практически на соревнования тренером. Недалеко от моря будет, может быть, к друзьям и на море заскочу. Доброе утро. Покинули мы нашу уютную квартиру. Небольшой городок, я даже не помню, как называется в Польше. Вот выходишь из дома и яхты. Яхты стоят у озера. Не дешевая, но очень симпатичная райончик. Так, и Макс загружается. Он весь на Гуру. На двух частниках. Гуру Гай. Тут, оказывается, берег довольно большого озера. Большой флот. Такой, любительский. Чем на тренировочку. Наше Веню. Ловиско. Водоем такой, блин, каросиный. Кривой весь. Сектора то 50 метров разрыв, то 10, то 5. У нас на таких водоемах не проводится ничего. А вот зону С готовят. Серьезно. Выкашивают сектора. Это очень тяжелая работа, бляха. Ребята, работают. Долго мы тут разъезжали в зону Косят, в зону С. Сейчас придут в Б, поэтому расположились в А на мостиках. Здесь также правило действует, как у нас мостик. Даже если ты построил тут хоть замок на воде, это не твое. Но есть исключение. Если у тебя лодка и ты платишь за стоянку лодки, то тогда ты можешь не пускать людей на свой пирс. Тенечек. Обожаю Ивы возле воды. Любимое дерево. Оплачиваем лицензию. Покупаем онлайн. Несмотря на то, что куплена годовая, переезжаешь в другой области, нужно еще пол цены отдать за дневную. Тренируемся. Хорошо, что солнышко спряталось там немножко за облака, не так жарко. Рыбы мало. Рыбы реально мало. Тут недавно саревы были гран-при Польши возле моря на Роснове и тоже килограммовые уловы. И меньше. Но тут похожая картина. Находимся недалеко от Балтийского моря, в 100 километрах. Недалеко от города Мальборг, который раньше являлся столицей Титанского ордена. И тут у нас элиминации. То есть, чтобы пробиться в основной состав польского гран-при фидерного, нужно выступить хорошо на этих соревнованиях. Вот. Водоем мелководный. Раньше была в нем рыба, потом она всплыла в другой водоем. Через дамбу и осталась мелочевка, которую пытаемся понять, как ее ловить на фидер. Ребята, кто дядечку узнает, тому респект. Подсказочка. Сегодня уже больше спортсменов. Я гуляю. На таком даже ездят ребята рыбомобили. Виллис, бля. Красавцы. Блин, все влазит, наверное. Вот у меня нету дроны, но я полетел над городом. Вот такая красота. Даже наши домики вон стоят новые. Официальная тренировочка у нас. Сегодня тянули жеребий. Вернее, он автоматически был произведен. И он нас посадил в край зоны С, там же, где мы вчера тренировались. Не очень мы сюда хотели. Здесь вот этот шумный мост, но здесь рыбные сектора. Хотя сегодняшнюю тренировку мы хотели провести в конкуренции. Чтобы было много спортсменов там. Здесь у нас край, рыбный край. Корм. Пока три состава, блин. Но они почти одинаковые так. В качестве бреда. Светлый проверяем, темный. И скоро начинаем. Закончилась наша тренировочка. Здесь был обед. Очень вкусно покормили курочкой вкусной. Здесь серьезная организация. Подарки. И мы едем домой. Дораться дальше. Половили мы хуже, чем соседи. Сидели в крайнем секторе. Должны были на... Наебенить. Но... Но не смогла. У нас очень сильно был заросший сектор. Крайний он какой-то был. Оказался такой. Давно в нем не ловили. Хотя и в соседних тоже так. Но у нас в конце тренировки в секторе 20 килограмм травы выкосили за день. А у соседей там 2 килограмма. И чуть-чуть. И караси клевали, блин. У соседей, ну, почти полтора раза больше улов. Но ничего. 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 Мы теперь знаем, что да как. В целом, я думаю, 3-4 килограмма будет уловы. Но края будут стрелять. 5, 6, 7, 8, может быть, будет на карасях, лещах. Или под лещиками. Ну, вот у нас 20 минут прошло. По сигналу. Это А1 сектор. А2. А2 поймал карася с ладошку. Это то, что я видел. А этот сейчас поймал под лещика такого 200. Вот рыба. Ну, здесь лучшие сектора. Мы аж по А7. Да, А7. Что-то там плотвичка была вроде. У нас 2, 2 плотвички. В принципе, на фоне там наших соседей, то лидируем. Но здесь, конечно, пожирнее сектора. Вот это Мартин наш тоже кореш. Сейчас прошу, что у него. У нас сейчас было эпическое вываживание. Это было... Это одно из самых таких незабываемых останется. Поклевка такая. Вы на судилище. Макс подсекает. И рыба тупо валит в сторону. Ну, невозможно ничего сделать. Сразу поняли или караси, или подлещик за спину. Так и есть. Подлещик за спину заводит в камыши, которые там в 17 метрах от берега. Вот. И, ну, кормушка просто повисает на камышах. Поводок 0,11. Ну и что делать? Дерг, 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 дерг. Как-то это все передергивается. Подлещик раз поплыл в другую сторону. И в следующие камыши, которые уже ближе к берегу. Ляп. И там уже так повисает, что все. Я говорю Максу, ну все, залазь в воду. А здесь метр от берега вот столько ила. Глубина по косточку, а там бездонное дно. Он говорит, я туда не полезу. Предупреждали даже эти самые, что нельзя лезть. Ну, я говорю, становись. Вот тут камыши, целый сгусток камышей. Вот там не уйдешь, типа. И он туда становится, дотягивается. И там, ну почти не дотягивается. То есть там под саком чиркает по этому подлещику, висящему на этой траве. Ой, это было что-то. Это было минут пять там. Но в итоге взяли. С ума сойти. Немножко у нас за середину тура. Была хорошая серия. После того, который в камышах. А сейчас вот ерши. Ушла рыбка. Ловит начало А1, А2 хорошо. А3 наш друг хорошо очень ловит на мелкая рыба. Больше я особо не лазил. Потому что там в начале по бокам было не очень. Мы, может, пока что вот где-то на третьем месте. По моим ощущениям в зоне. Взвешивают нашего соседа. А нас уже взвесили. И мы пока лидируем в зоне. Значит, там уловы два-три килограмма. Здесь сосед четыре восемьсот. У нас пять двести с хвостиком. Ну и первый, второй сектор там очень хорошо половили. Еще, возможно, тридцать четвертый. Сейчас идем как раз туда. Вот А2. Очень похоже на наш улов. Где-то что-то похоже. А один-то точно больше будет. Вот тот сектор. А здесь похоже, что мы больше поймали. Супер. Вот такой золотой карась у соседа. Три шестьсот килограмма. Три шестьсот килограмма. Три шестьсот килограмма. Ну и смотрим победителя зоны. Говорил, что сами ему сегодня мешали. Хватали его подлещиков. Но чуть-чуть. Могли-могли мы. Могли мы и мы. Оставлю интригу. Едем назад домой. Довольные. Мы вторые. И тут перегородили дорогу. Свадьба. Даже фурщики вон. Нарядные. Сейчас посмотрим. Что тут за... Вот такая вот свадьба, блин. Наконец-то я добрался до озера. Оно прямо тут у нас во дворе. Красота. Сейчас пойдем купаться. Нормально. Попробуй с рук покормить. Против солнца. Тут классная такая набережная. И вид на закат. Купнулись. Водичка еще теплая. Не интересно. Не может так быть. Жеребьевка. Автоматическая. Все, компьютер. У нас завтрак на месте проведения. Очень классная штука, что вот все собираются. Здесь автоматическое голосование. Жеребьевка, вернее. Ну и общение, так же как и обед. Сразу вот вывешивают, кому что отжеребили как компьютер. Немножко лишает как бы того, когда вытягиваешь сам этого интереса, интриги. Но в то же время в два раза быстрее не теряешь. Разъезжаемся. Кто-то там что-то снимает. Конкуренция. Переновая у нас сегодня жеребьевка. Зона С, где мы тренировались в пятницу. Вот эти вот первые остановиски. Вот от моста. Это один, это два, это три. Они топ. Дальше 4-5 еще подлавливают. Это каросиное место. Вот. И вчера кто-то там на конце умудрился второе место в зоне сделать на лесчиках, на подлесчиках. Но нас посадили в центр. И здесь как раз такой залив. Блин, мы вчера ловили 25 под ногами. И все тренировки тоже там далеко не лазили. Потому что 0,8 глубина метра здесь везде. Я эхолу там все проверил от 80. Но сегодня придется, сегодня придется уходить от конкуренции куда-то подальше. И посмотрим. Здесь вот береговая линия резко уходит вглубь. И получается, что частая проблема, которую обычно не принимают во внимание, это заброс к соседу в сектор. Или под соседа в сектор. Здесь это вообще, бля, всем похую. И я сразу понял, что, блядь, надо эту ситуацию исправлять. Просто попросили, сказали, нихуя не работает в курвеле меня. Позвали судей. Судьи тоже такие, блядь, а тут вчера не было проблемой. Я вчера ходил, видел, что тут полный пиздец был. Просто они молчат, блядь, друг другу в сектор кидают. Ну и, в общем, мы заставили, блядь, объяснили, показали и вроде исправили. Перевинули наших близних соседей. А там дальше пиздец полный, там наперекосяк. Немножко позлили друг друга. Ну вот непонятно, как дедуля будет кидать. Сначала так, потом так. Ой. Нас за корм. Ну вот, смотрите, как бросают спортсмены. Это, кстати, победитель вчерашнего. Он в этой же зоне был. Хорошо отловился. Вот линия. Вон упала кормушка. Ну, на край. Сектора его просили немножко сдвинуться. Но он как бы понял, а вот тот не понял. И тот вообще к нему кидает. Или исправился. Наверное, исправился. Да, исправился. Даже не пойду. Ближняя дистанция у него чуть-чуть дальше, чем у нас. Возможно, это его единственная основная. У меня сегодня больше ставка на дальняк. Чтобы уйти из этого прессинга здесь, в этом заливе. Но Макс верит в ближняк. Мы все дни ловили на ближняке. Ну и получается так, что чуть-чуть он у нас дальше. Наш ближнячок. Специально так выставлялись. Ну и посмотрим. Первая рыба. Первый заброс. Хороша. Вчерашний победитель кормится пулей. И вот так вот он каждый раз не добрасывает до точки. И это получается почти туда же, где кормился кошиком этим большим стаканом. Сначала зоны тоже сразу ловят. Один подсак. Вот тут второй подсак. С нашего становиска центрального будет тяжело, конечно. Но если получится, то это будет мега зачет. Край зоны С. Такое ощущение, что ловят лучше, чем тот край. Там те, кто в карасях сидят, такой херней занимаются. Вчера далеко ловили, сегодня были под ногами. Идеальное вообще место для тренерской работы. Сидишь на лавочке и ползоны контролируешь, считаешь рыбу. В тенечке, в таких ивах. Здесь вот такая красота сзади дом строят. У людей с видом на озеро. С балкона можно забрасывать. Такое ощущение, что старт был лучше, чем сейчас. Все подзатухли. У нас там уже с десяток рыб один подлещик. Все остальное мелочь как бы. Веселее, чем вчера, но рыбка не целевая. Сейчас пойдем на дальняк заглянем, проверим. Тут все ловят 40+. 35+, скажем так, в районе 40. Подальше, чем мы. Повторяем маневр. С дальняка, со второго заброса сняли бонус. Хороший подлещик, даже крупнее вчерашнего. С которым возились. Ровно через час. Подрубил из ближняка. Какого-то ёршика поймали. В целом вся зона под конец часа замолчала. Может быть там что-то в начале. Ну и, ну и, ну и. Я не знаю как, но мы перепутали победителя вчерашнего этой зоны. Думали, он вот возле нас сидит. Оказалось, что... Вот. Как бы на старте я понял, как он мог выиграть эту зону. Если там не очень, а здесь... Вот этот хлопчик, оказывается. Куда-то мы смотрели в книгу, видели фигу. И он начал ловить не со старта. Вот, недавно. Со второго часа. И... Очень хорошо ловит. Прям поставил рыбу так четко. К тому же у нас много всякого мяса, блин. Все течет из кормушки. Но тут что-то другое работает. Недаром он вчера красиво отыграл. И вот ветра нет, и рыба не клюет. Как бы он один ловит. Повырубались края, нихера не ловят. Спортсмены там смешные. Сидят там, вяжутся, перевязываются. Там в карасях тоже ничего не происходит. Накололи их за эти дни, блин. Как бы и... Вот тут наш конкурент. У нас в дальняка была хорошая серия, и в итоге умерло, блин. Что-то мы не так делаем. Но у него сейчас тоже умерло. Вот он докармливается на Дайнан. Подрезал и докармливается. Ну вот такая интрига. И еще один... Еще один победитель зоны Б вчерашней. Тоже там сидит. То есть в нашей зоне. Зона смерти. А победитель наш, вчерашний, сел в плохой сектор. Он сел в 2.18, в край тоже. Но этот край без разрыва, и как бы такая фигня. У нас только что чуть не повторилась вчерашняя история. Рыба забагрена, сразу понимаем. Потому что просто на вымотке, на перезабросе. Очень мощные рывки. Тянем, тянем, тянем. Я говорю, так, надо не дать ей уйти в кшаки, эти ебаные. Из-за эмоций. Вот в эти, бля. А она идет за верхний плавник, и она туда плывет, как этот змей воздушный. Ну и что? Под самыми кшаками. Я говорю, вынимай его на поверхность, потому что будет опять в камышах. Полезем в воду. И уже начали форсировать. Поводок хороший. Мимо не попал. И это со нервы. Ну и, в общем, мы с ним справились. Еще крупнее, чем вчерашний. Тут я орал, блядь, на всю зону. Соседи аж спросили, что там происходит. А потом в ладоши хлопал. Похоже, что все равно мы проиграем тому парню. Победителю вчерашнему. Очень красиво поставил рыбу и не отпускает. А мы хотели уйти от прессии. Задалеко выставились. Получилось, что там 48-50. Там очень много травы. Мы мучаемся с этой травой. Вот, выкашиваем ее. Надо было ближе ловить. Много времени теряем. Вот наш улов. И, к сожалению, бляха не добрали мы нужных количеств баллов. В этом болоте опасно к воде подходить. Помог нам сильно, конечно, этот бонус, но... Сейчас я рыбку назад подпускаю. Ну что, друзья, вот такой расклад четверочки. Кто знает парня вот этого посередине, тому тоже зачет. Известный блогер польский. Мы сегодня пятые в зоне. Двое нас обошли. Но даже если были четвертые, не помогло бы. Надо было быть третьим. Но не смогла. Ошибки. Это уход на дальняк. Слишком, слишком далеко. В траве ловили. И надо было танчить. Очень капризный подлещик. Был сегодня солнце. Без ветра. Жара. Такие дела. Грозь, печаль. Но мы задачу минимум выполнили. Мы попали в Гран-при Польши. Ребя, мы едем дальше. Серега меня забрал из деревушки с названием Лосево. Или как там. Я уже не помню. Но почти. И мы едем угадайте куда. Куда бежит Вилья. Скоро будут продолжения сторис. Папа, где море? Пахнет уже вкусно. Но не баром. Пахнет как на Припяти. Песок и эти ивы, лоза. Но здесь еще немножко соли добавили. Здравствуй, море. Давно не виделись. Ах, какие корабли там. Никто не купается, а дядя Лось сейчас полезет. Какой пирс, смотрите. Мы в городе Сопот. Между Гданьском справа и Гдыней. А лишь красота. Уху! Ребят, последний сторис на сегодня. Я показываю, как живут мои новые друзья. Супер лофт такой необычный. Польский. Супокский. Вот так красиво там. Сибирский кот у них. Здесь вот так классно спать. И вот смотрите. Раз, два. И с видом на Балтику. А где море? Смотрите, даже без перила. Парни! А куда я провалился? И перевернулась камера. И вот вид на город. Аааа. И дует, да. Свежий воздух морской. У нас ужин при свечах. Джемисон льется рекой. Ой, это моя лучшая история за сегодня. Гуляем по Сопоту. Он здесь такой ноу-хау местный. Никак не закрепленный. Балансирует пацан с окунем в руке. И в садке еще пару рыб. Ну, круто. Центральная улица Сопота. Такой морской прибрежный курортный городок. Дом кривой. Известный. И люди как краки у нас сидят. В кафешечках с утра. Погода, блин, вообще. Это я даже не бабе лето, это еще пока лето. Водичка вчера в море была плюс девятнадцать. Как бы без напряга. Вот она, Балтика. Утром. По красоте. Ах, и погода. Здесь гранд-отель, где Гитлер когда-то останавливался. Только не видно пока что. Море. Блин, уже с утра жарко. Надо было брать купательный и купаться, охлаждаться. Идем по пирсу. Там вот Гдыня. Прям на горе. Очень красивая там тропа вдоль, вдоль побережья. Вот так вот. Бомбезна. Зашли в самую знаковую реставрацию, где готовят какой-то супер спешл рыбный суп, известный. На весь мир. На весь мир. Тут очередь обычно. И люди подолгу ждут сюда попасть. Три вида рыбы, остренький, почти том-ям тайский. По-другому. Класс. И еще один из деликатесов, это вот какая-то селедка такая специально приготовленная. По-кашубски, не? По-картуску. По-картуску. Ну и пришлось под нее пивасик брать. Как тут, блин? Тетенька вышла. Один. В Варшаве вышла, мне еще полтора часа езды.